Астрофитум. Родиной пустынных кактусов астрофитумов является Южная Америка и Мексика. В переводе на русский название растения означает «астро», «звезда» и «фитум», «растительный». Существует довольно много сортов астрофитума, которые выращивают в комнатных условиях, причем они пользуются большой популярностью у цветоводов. У большинства сортов ствол обладает пропорционально округлой формой, при этом ребра бывают как слабо, так и сильновыраженными. Как правило, ствол окрашен в зеленовато-бурый оттенок, при этом на нем имеются пятнышки и крапинки светлого оттенка. Лишь небольшая часть видов и сортов астрофитума обладает крупными иголками. Чаще всего их нет вовсе, либо они выражены очень слабо. Цветение наблюдается в летнее время, при этом большие одиночные цветки формируются на верхушке куста. Их окрас может варьироваться от оттенка яичного желтка до белого. Встречаются сорта, у которых внутренняя часть цветка окрашена в оранжево-красный оттенок. Уход за астрофитумом в домашних условиях. Полив. На протяжении всего периода вегетации увлажнять почвосмесь в горшке с астрофитумом надо умеренно и систематически. При этом следует помнить, что перед следующим поливом землесмесь в горшке должна хорошенько просохнуть. Поливают растение исключительно мягкой водой, температура которой приближена к комнатной. Проследите за тем, чтобы после полива не происходило скапливание жидкости около корневой шейки. Это может стать причиной различных болезней, вызванных гнилью, а также из-за этого к корневой системе куста могут проникнуть вредители. Осенью следует сократить полив до минимального, при этом в зимнее время его вовсе прекращают, субстрат в горшке должен быть сухим. Освещённость. Этот кактус относится к светолюбивым растениям. Для него выбирают такое место, чтобы было много яркого света. К примеру, для него отлично подходит подоконник юго-восточной либо южной ориентации. В летнее время в жару, когда солнечные лучи наиболее обжигающие, астрофитумы рекомендуется убрать в затенённое место. Зимой растение не нуждается в дополнительной досветке. Температурный режим. В летнее время кактусам высокая температура не причинит вреда, однако всё же рекомендуется вынести их на террасу, лоджию или балкон, при этом выбранное место должно иметь защиту от осадков. По холоданию ночью в летние месяцы растению не повредит. С наступлением осени необходимо постепенно понижать температуру в комнате, чтобы куст успел подготовиться к периоду покоя в зимнее время. Следите за тем, чтобы зимой температура воздуха в комнате была от 10 до 12 градусов. Если не обеспечить растению необходимые условия в течение периода покоя, то это может привести к отсутствию цветения, так как кактус не успеет заложить цветочные почки. Влажность воздуха. Астрофитум хорошо реагирует на невысокую влажность воздуха в комнате, при этом увлажнять его из пульверизатора не надо. Однако растение нуждается в регулярном притоке свежего воздуха, поэтому не забывайте систематически проветривать комнату, где оно находится. Помните, что высокая влажность воздуха в зимние месяцы может погубить растение. Повышенная влажность при прохладном содержании опасна появлением гнилей. Субстрат. В цветочном магазине имеется большой выбор готовых почвосмесей для кактусов и субкулентов. Однако опытные цветоводы не советуют приобретать самую недорогую почвосмесь, потому она зачастую оказывается невысокого качества. В готовый субстрат рекомендуется всыпать небольшое количество песка, так как растению нужна легкая почвосмесь, при этом в ней не должно содержаться большого количества питательных веществ и органики. В целях профилактики развития гнили в почвосмесь следует внести небольшое количество измельченного древесного угля. Лучше всего для астрофитума подходит нейтральная почвосмесь. Если есть желание, то почвосмесь можно сделать своими руками, для этого соедините листовую и дерновую почву, крупный речной песок и торф. Все ингредиенты берут в равных долях и хорошо смешивают. Не забудьте продезинфицировать оба виды почвы, прокалив их в духовке, при этом песок рекомендуется пролить розоватым раствором марганцевого калия, затем его просушивают. Еще рекомендуется всыпать в субстрат небольшое количество циолита либо измельченного древесного угля. Помните, что застой влаги в почвосмеси может погубить растение. Поэтому сделайте хороший дренажный слой, толщина которого должна быть равна третьей высоты горшка. Для этого используют обломки красного кирпича либо керамзит. После посадки куста поверхность субстрата также засыпают дренажным материалом, к примеру, мелкой галькой. Это поможет предотвратить скапливание жидкости у корневой шейки. Если вы выращиваете астрофитум козерогий, тогда добавьте в субстрат побольше кальция, который необходим для нормального роста иголок. Для этого можно использовать растолченную яичную скорлупу. Однако не переборщите с кальцием, так как из-за этого куст может остановить свой рост. Скорлупу яиц можно добавлять в почвосмеслевых кактусов, у которых есть иголки. Пересадка астрофитума. Взрослые кусты пересаживают лишь по мере необходимости. К примеру, данную процедуру проводят в том случае, если сам куст или его система корней перестала помещаться в горшок. Пересаживая куст, следите за тем, чтобы шейка корневища не была заглублена в почвосмесь. Помните, что корневая шейка должна быть на одном уровне с поверхностью субстрата. Для астрофитума подходят широкие и низкие горшки, потому что система корней у него развита очень плохо. Подкормка. Для подкормки используют покупные удобрения для кактусов, которые можно приобрести в специализированном магазине. Подкормку проводят весной и летом с частотой один раз в четыре недели. Однако для приготовления питательного раствора следует использовать, часть от дозировки, рекомендованной производителем. В зимнее время подкормки не проводят. Цветение. Цветение наблюдается лишь летом, и зачастую данный период длится совсем недолго. Развитие бутонов происходит на верхушке ствола в ореолах. В период цветения на кусте формируются коротенькие и довольно толстые цветоножки. Чаще всего цветки астрофитума схожи с цветками герберы, однако они могут иметь и воронковидную форму. Наблюдается полное раскрытие бутонов, при этом лепестки в длину могут достигать 4-10 сантиметров. Цветки иногда могут быть махровыми. Лепестки могут быть окрашены в различные оттенки желтого, при этом чаще всего зев у них красный. Способы размножения. У астрофитумов детки, отростки, не формируются. В связи с этим для размножения растения используют только семенной способ. Помните, что семенной материал сохраняет свою всхожесть на протяжении двух лет. Перед высевом семена выдерживают в чистой теплой воде полчаса, можно немного дольше. После этого их на 10 минут погружают в раствор марганцевого калия. Затем семена надо просушить. Наполните плошку субстратом, в состав которого входит крупный речной песок, 5 частей, измельченный древесный уголь, 1 дробь, 4 часть, и листовая почва, 1 часть. Выровняйте поверхность земли смеси и распределите по ней семена. Их немного вдавливают в почвосмеси, засыпают сверху тоненьким слоем земли. Сверху емкость следует накрыть стеклом либо пленкой, что поможет поддерживать необходимую влажность и температуру. Посевам необходимо большое количество света и умеренное тепло, от 20 до 22 градусов. Обеспечьте посевам и сеянцам систематическое проветривание, а также не забывайте регулярно увлажнять почвосмесь при просыхании верхнего слоя. Первые сеянцы должны показаться спустя 7-15 суток. Ни в коем случае не используйте холодную воду для полива молодых кустов. После того как сеянцы подрастут и станут похожи на небольшие шарики, их надо будет осторожно распекировать в индивидуальные небольшие горшки. Болезни и вредители. Чаще всего комнатному астрофитуму вредят щитовки, корневые и мучнистые червецы. Если мучнистых червецом или щитовок немного, тогда промойте поверхность растения раствором мыла. Если же вредные насекомые успели расплодиться, тогда чтобы их уничтожить, понадобится обработка раствором инсектициидного препарата. Корневых червецов нельзя разглядеть невооруженным глазом. Если они поселятся на кусте, то наблюдается прекращение его роста, при этом он сильно ослабевает и начинает чахнуть. При рассмотрении корней пораженного кактуса, на их поверхности можно увидеть белесый налет. Для того чтобы спасти астрофитум, освободите корни от старой почвосмеси, после чего их некоторое время выдерживают в горячей воде, примерно 80 градусов. Вытащите корневую систему из жидкости, обсыпьте ее серным порошком и дождитесь полного высыхания. Затем высадите куст в новую емкость со свежей продезинфицированной почвосмесью. Спровоцировать развитие заболеваний у этого растения может повышенная влажность воздуха и низкие температуры. В связи с этим, если долгое время держится дождливая погода, растение рекомендуется занести села улицы в дом. Также зимой не ставьте куст в подвальное сырое помещение, там он быстро заболеет. Спасти загнивший кактус невозможно. Виды астрофитума с фото и названиями. Астрофитум козерогий, астрофитум каприкорная. Довольно эффектный вид астрофитума. В благоприятных условиях, которые близки к природным, высота куста может доходить до 30 сантиметров, при этом в поперечнике он может достигать около 17 сантиметров. Пока куст молодой, он обладает округлой формой, но со временем она сменяется на эллипсоидную. Чаще всего округлый ствол разделен на 8 частей, однако иногда можно повстречать различные отклонения. Поверхность стебля усыпана множеством крапинок, которые практически полностью перекрывают его зеленый природный оттенок. На верхушках ребер находятся ореолы, которые имеют опушение в виде волосков. Из ореолов вырастают по 6 или 7 длинных иголок, которые достигают практически 10 сантиметров. Они закручены, словно козьи рога, именно благодаря этому сорт получил свое название. Когда куст становится взрослым, его иголки опутывают полностью весь ствол. Начало цветения приходится на последние весенние или первые летние недели. Лепестки в длину достигают примерно 60 миллиметров. Их окрас может быть различным, от желтоватого до насыщенно-желтого. Астрофитум крапчатый, астрофитум мириастигма, мириастигма. Поверхность гладкого ствола украшают пятна бархатистые на ощупь. Наиболее часто у ствола имеется пять ребер, которые выражены довольно ярко. Из-за этого растение получило второе название – епископский мирт. С годами ствол может увеличиться в диаметре до 20-25 сантиметров. Ребра украшены ореолами, которые опушены ворсинками. Во время цветения раскрываются насыщенно-желтые цветки, при этом на верхушках их лепестков имеется заострение и коричневатое окаймление. Во внутренней части цветка находятся пестика круглой формы, а также выступающие тычинки. Цветение наблюдается в летнее время и длится оно недолго – от двух до четырех суток. После того, как плодовые коробочки созреют, происходит их раскрытие, при этом они приобретают звездчатую форму. В результате они выглядят очень эффектно. У части сортов полностью отсутствуют крапинки. А главная особенность данного растения – нетребовательность в уходе. Астрофитум звездчатый – астрофитум астериас. Родиной этого кактуса являются некоторые районы в Северной Мексике. Данное растение относится к медленно растущим. Широобразной формы ствол слегка приплюснут вниз. Всего на зелено-буром стволе имеется от шести до восьми штук слабовыделенных рёбер. Приблизительно в средней части рёбер находятся необычные ореолы, вокруг которых располагаются крапинки белого цвета. Форма ореол правильная округлая, из них вырастают коричневые длинные иголки, верхушка которых заострена. В период цветения из ореол вырастают бутоны. Желтоватые цветки в поперечнике достигают около 70 миллиметров. Они обладают середкой красного цвета. Цветение происходит в летнее время, причем раскрываются цветки лишь днем. Используя данный вид, селекционеры получили большое количество эффектных сортов. Астрофитум кауэльонса, астрофитум каухьюланс. Это растение считается долгожителем. Если обеспечить ему оптимальные условия для роста, то оно может иметь высоту больше 100 сантиметров, а диаметр около 25 сантиметров. Пока кустик молодой, его ребра хорошо выделяются, однако со временем наблюдается их сравнивание. На ярко-зеленой поверхности ствола имеется множество мелких точек серого окраса. У такого вида нет иголок. Различить местоположение ореол можно лишь после того, как куст зацветет. Лимонного оттенка цветки обладают красновато-оранжевой середкой. Астрофитум украшенный, астрофитум орнатум, орнатум. Данный вид отличается нетребовательностью в уходе. В домашних условиях высота такого кактуса может доходить до 0,3-0,4 хм. Растение выделяется необычным расположением крапинок, практически горизонтальными полосками. Больше всего точечек находится на ребрах, благодаря чему складывается впечатление плюшевого рисунка. Иголки окрашены в коричневый оттенок. Первое цветение наблюдается лишь на шестом году жизни и то лишь тогда, когда куст имеет высоту минимум 15 см. Окрас и размер цветков напрямую зависят от сорта. Как правило, цветки окрашены в различные оттенки бледно-желтого цвета. Астрофитум кабута, или суперкабута, астрофитум кабато. На самом деле под этим названием объединено целое семейство скрещенных совершенно случайно между собой астрофитума звездчатого с иным видов. Однажды японец М, таки отыскал растение матери в крайне запушенном состоянии, при этом оно находилось в одном из американских питомников. Он забрал куст к себе и привел его в порядок. Когда астрофитум дал плоды, он высеял его семена. Только 30% появившихся всходов сохранили родительские характеристики. К несчастью, выросшие из семян гибридов сеянцы практически никогда не сохраняют особенности материнского растения. Отличительные черты сортов астрофитума кабута. Белый снег. Поверхность его ствола усеяна множеством крапинок белого цвета. Тигр, либо зебра, на стволе такого куста имеются различные полоски.